так всем привет я обычно не делаю такие блоги честно говоря не делала блоге никогда не говорила на камеру но кое-что случилось два дня назад о чем мне очень хотелось бы поделиться с интернетом и получить какие-то рекомендации или какие-то какую-то отдачу по этому поводу потому что все что я искала по беспокоящей себя теме я не нашла так начнем сначала меня зовут лариса и я живу 6 лет уже как живу в израиле из них три года я замужем за арабом из мусульманской семьи и живу в его же мусульманской семье у нас есть ребенок девочка 3 почти три года я зовут адриана и в нашей семье говорят на четырех языках точнее наши семьи звучат четыре языка это русский арабский английский и иврит то есть я говорю с ребенком на русском по крайней мере большую часть времени муж говорит с ней на арабском иногда на французском но пока упустим этот момент бабушка девушка говоря с ней на арабском естественно среда то есть она ходит детский садик тоже говорят с ней на арабском и английский мы говорим между собой естественно тоже у нее это откладывается на тоже говорить на английском но что же произошло два дня назад к нам пришла молодая пара они клиенты мужа и они привели с собой двухлетнюю дочку два с половиной года зовут ее лин и естественно я увела детей пыталась ними играть мы надули воздушный замок и они прыгали веселились и моя дочка говорит естественно со всеми кто приходит нам в дом на арабском когда они говорят на арабском она говорит свободно и что же произошло и эта девочка два с половиной года надо отдать ей должное уникум потому что в два с половиной года она говорит свободными предложениями на арабском естественно и проще потому что все говорят в ее среднее на арабском а не такой салат как у нас поэтому она в два с половиной года спокойно изъясняет свою мысль без всякого детского лепета это я поставлю в начале чтобы вы знали что эта девочка говорит на арабском так прошу прощения я вынуждена было прервать потому что был намаз очень громкий ужас и так девочка говорила на арабском и в какой-то момент я с ними играла я щекотала и за пятки она мне говорила так больше не делай больно то есть что-то я понимаю по-арабски иногда когда дети со мной говорят я немножко теряюсь я не понимаю вот и что же произошло они вместе сидели я с ними играла мячик и эта девочка мне что-то сказала и я не поняла но она повторяла 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 одну и ту же фразу я реально не понимала я честно пыталась и наверняка это что-то важное когда ребенок что-то говорит я все-таки хочу понять потому что наверняка что-то ее беспокоит я была абсолютно растеряна я спросила свою думала ну что же она говорит что же она говорит и это без всякого замешательства над мама под отойди с другой стороны она хочет чтобы ты кидала мячик с другой стороны я не поверил своим ушам то есть я говорю что она говорит что 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 она говорит с другой стороны кидай шарик это лин говорит да лин говорит я не поверила своим ушам позже когда закончился вечер я эту фразу запомнила повторял эту мужу действительно дарит девочка так говорила уголь да это же был в шоке то есть наш ребенок в три почти три года я и сейчас два года 11 месяцев она спокойно поняла и перевела мне и в этот момент я почувствовала себя такой необразованной невежей что ребенок в три года мог спокойно перевести мне с одного языка на другой понять что я не поняла повторить то же самое это конечно заставило меня задуматься насколько же пластичный и легкий на подъем мозг у детей почему же мы не смогли чего же взрослые так легко не могут абсорбировать новый язык например меня заняло ой буду врать больше десяти лет чтобы выучить даже этот простой английский я уже не говорю про еврей и арабский это тоже я страшно эту году и мне заняло это много 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 лет чтобы понять языки понять этот принцип но ребенок вот так просто жонглирует этими четырьмя языками как будто они ничего не значат для нее как будто это естественно знать столько языков и чтобы я хотела какие какую мысли мысль я бы хотела донести в своих видео я много много искала как же вырастить ребенка который знает 4 4 языка как таких назад это уже не билинг триллинг четыриллинг полиглот спасибо как вырастить ребенка полиглота то есть ник ребенок полиглот уже растет если вы понимаете он уже растет то есть его не нужно как-то специально я не знаю если честно я искала много рекомендаций как вырастить билингва но это немножко мне кажется глупо потому что сейчас наше время найти билингва не так уж и сложно почти каждый из нас билинг то есть кто-то школе проходил какой-то второй язык кто-то сам выучил как минимум два языка знают большая часть населения и ничего такого уникального в этом нет но как же быть если ребенок знает три-четыре больше языков то есть я как говорила отец пытается с ней говорить на французском она смотрит мультики на испанском немножко знает испанские слова но оставим эти два языка они не так в свободном обороте у нас каждый день то есть как вырастить полиглота и что я поняла для себя что я очень хотела просто отмечать интересные моменты и интересные мысли по этому поводу потому что я никогда не знала людей с младенчества которые росли в таких семьях пример я не знала есть такие и не так много информации в интернете как же происходит процесс адаптации какой же момент ребенок начал понимать с каким человеком говорить на каком языке я начала это понимать что моя дочь понимает что со мной нужно говорить на русском после того после поездки в россию мы были там некоторое время и было два года 9 месяцев мы были в россии несколько месяцев и она начала свободно говорить по-русски мы вернулись сюда я очень боялась что она не сможет адаптироваться она забыла арабский да как бы не так с первого же момента она ступила на домой на свою землю она как будто мы не была в россии что произошло куда делись все ее слова которые она выучила но она поняла одну вещь что со мной нужно говорить по-русски и что есть люди с которыми нужно говорить только по-арабски мы ходим также на плавание в ивритоговорящую среду и когда она встречает детей которые говорят на третьем языке который она еще не до конца вот приняла она пытается с ними говорить но она только мучить с ними на говорить с ними на жестах то есть в два года 8 месяцев два года 9 месяцев ребенок понял что есть люди которые говорят еще на каком-то языке и она не сможет с ними говорить пока что то есть для меня как для научного ума я очень очень интересно наблюдать этот процесс это очень интересно очень уникально я просто сижу в первом ряду и у меня такая привилегия наблюдать этот цветущий цветок как как она развивается как как происходит адаптация каждому языку в абсолютно разной среде разношерстной среде из считайте израиль на каких только языках не говорят и каждому нужно нужно найти подход я еще не адаптировалась а уже шесть лет живу ребенок у еще нет четыре года и она уже поняла как этот мир работает то есть в этот момент я очень ей завидую и очень чувствую себя ничтожно да я бы хотела оставить это видео в таком суровом виде и хочу слушать ваши комментарии по этому поводу интересно ли бы вам было слушать такие блоги про каково быть матери полиглота как обстоит здесь образование именно в арабской среде и в какой садик и особенности садика арабского в которой ходит моя дочь и если вам интересно пожалуйста дайте мне знать а пока у меня все всем спасибо за просмотр и всем пока